всем привет ребят как обычно ммабец на связи меня зовут роман и со мной андрей привет андрей ага всем здарова юси fight night который пройдет в праге чехия и собственно главный бой блахович сантос но у нас все как обычно при лимы и самый первый бой он уже будет интересен для российских болельщиков потому что здесь до мира смогула будет встречаться с джоэлем альваресом ну собственно если по рекорду глянуть то ну такие достаточно похожие до бойцы но на самом деле конечно радикально отличающиеся до мира смогулов бывшие такой прям доминирующий чемпионы м1 ну уже говорили про него в общем должен был он дебютировать в юси боем против джо даффи этот бой был бы действительно очень интересен но к сожалению не получилось на замену на коротком уведомлении вышел ну такой в кавычках перспективный и не битый алекс горгис который собственно и уверенно решением проиграл сейчас же опять до миру вновь не попадается какой-то не знаю именитый что ли оппонент джоэль альварес совершенно неизвестный боец дебютант ну в юси и собственно вообще по нему мало что можно сказать пересмотрел несколько его боев в основном старается работать именно в партере ну действительно там опасен у него все все прям его по победы в первом и во втором раунде и поражение кстати тоже однажды приезжал в м1 это для него закончилось плачевно нокаутом на за 34 секунды в общем ну как бы визу предварительно на бумаге да весьма легкий оппонент для из могулова и коэффициент сейчас на из могулова 1 и 4 на альвареса 3 1 андрю как ты думаешь здесь есть какие-то камни подводные или вот все на поверхности да на самом деле я особо никаких здесь подводных камни не вижу как по мне здесь достаточно предсказуемо все и до мир должен продолжать свою победную серию и соперник такого уровня ну по моему мнению не сможет противопоставить ему особо ничего не в одном из компонентов да я здесь тобой соглашусь соперник как я сказал максимально опасен в партере у до мира отличная защита от партера и ну как он собственно в интервью говорит что он готов здесь очень жестко драться я думаю что скорее всего здесь до мира смогулов выиграть ну и в моем видении он это сделает скорее всего досрочно но мы перейдем к следующему бою и в следующем бою опять же наш соотечественник Рустам Хабилов будет встречаться с Диего Феррера и ну лично по моему субъективному мнению здесь уже не все так прозрачно Рустам Хабилов ну вообще такие последние выступления достаточно близкие прямо скажем показывать несмотря на то что здесь большинство побед единогласным решением но вот крайний бой с Джонсоном с плитом но тем не менее здесь такие весьма спорные весьма близкие бои с тем же дезом грином несмотря на победу единогласным решением все равно бой такой был близкий и ну достаточно спорный результат в общем противостоять Рустаму будет Диего Феррера это бразилис который совсем недавно вернулся после такого достаточно длительного простоя до простоя он последний бой провел против Оливера Обин Мерсье такого достаточно физически мощного борца и затем отсутствовал два года вернулся две досрочные победы ну такого относительно неплохого Джареда Гордона он пончнул уже в первом раунде затем встретился с Кайлом Нельсоном которого также сумел удосрочить но уже во втором раунде ну и в целом если вообще на выступление бразильца посмотреть ну весьма весьма неплох и коэффициенты здесь ближе Рустам Хабилов идет фаворитом 1.69 Диего Феррера 2.25 ну Андрюх вопрос такой ты как считаешь бразилец здесь способен разочаровать российских болельщиков на самом деле да списывать со счетов ни в коем случае нельзя потому что это финишер он хорош одинаково как в стойке так и в партере у него прекрасный набор удушающих и болевых приемов в арсенале есть у него есть весьма весьма таки увесистые сильные удары и он весьма неплохо борется я не знаю что на самом деле на таком уровне сказать про него плохого потому что ну эти парни сейчас находятся плюс-минус на одной позиции и пытаются попасть в топ-15 и по большому счету для на таком уровне у Диего Феррера просто минусов нет списывать со счетов но это было бы очень большой глупостью Рустам Хабилов жалуется на то что ему не дают известных и серьезных оппонентов чтобы он продвинулся по карьерной карьерной лестнице и этот бой можно отнести к таким же однозначно потому что Диего Феррера он не особо-то известный боец для широкой публики никто о нем особо не знает да и в рейтингах его нет но при этом он задать жару может каждому находясь и в топ-15 и в топ-10 и я думаю что этот бой для Рустама будет ну весьма затруднительным ну вообще здесь такие знаешь коэффициенты ну по моему мнению что-то примерно должно быть 50 на 50 но тем не менее Ферреру здесь выставляют андердогом ну и вообще я заметил такой момент что российские букмекеры открывали ну еще до западной линии открывали Ферреру вообще огромным там андердогом за трешку и выше в общем ну по моему мнению сильно переоценивая Рустама здесь действительно очень близкие шансы если нужно было бы кого-то выбирать я бы все-таки здесь за андердога наверное притопил да если смотреть на цифры то естественно это так по поводу российских букмекеров я вообще ничего говорить не хочу как бы у них адекватную линию можно встретить только когда они ее пиздят у своих зарубежных коллег того же пинакла и подобных ему действительно шарящих букмекеров а когда там в каком-нибудь хуйбете вася пупкин блять выставляет свою линию по рекордам на шардоге ну там никакой адекватности речи идти не может да да безусловно плюс очень сильная переоценка российских бойцов идет однозначно такая ладно перейдем к следующему бою здесь у нас даниил теймур против криса фишкальда ну даниил теймур опять же ну показывает такие выступления прямо скажем очень-очень блеклый у него два боя сейчас в юси и собственно вот это и есть его два поражения у него сейчас 6 2 рекорд выступил не самым лучшим образом хоть и что-то ему удавалось показывать первом бою против дэнни генри ну насколько я помню он там первый раунд забрал затем собственно устал и уже два раунда отдал проиграл единогласным решением в крайнем бою встречался с пули у арси опять же в первом раунде ну такой относительно близкий он показал более-менее что там что-то получалось хоть и по моему мнению все равно он его проиграл но затем становился хуже хуже и вылилось это в то что арси удосрочил в третьем раунде в общем такой боец у которого до юси были все победы в первом и ну вполне предсказуемо это говорило о его плохом кардио которая подтвердилась что касается криса фишгольда этот боец также успел уже в юси дебютировать дебютировал тоже не сам удачным для себя образом он проиграл калвину катару в конце первого раунда нокаутом но опять же калвин катар боец весьма весьма неплохой вообще крис фишгольд это бывший чемпион организации кейкать варьерс и у него там такой весьма длительный был победный стрик ну и весьма неплохие по моему мнению для этой организации он показывал выступление в первую очередь он опасен в партере но я уже отмечал предыдущем подкасте когда про него говорили что у него такая очень опасная ближняя дистанция он там любит работать коленями локтями ну в общем такой крепкий достаточно опасный финишер и здесь у нас коэффициенты расставлены следующим образом крис фишгольд идет за 142 даниил теймур зайдет за трешку андрю как ты думаешь братишка теймура сможет здесь вообще показать что то или это будет третье поражение ну и собственно наверное увольнение да на самом деле в принципе может конечно потому что на какое-то время до тех пор пока он не устанет он достаточно опасен стойке у него неплохо на заходит с обеих рук и по корпусу и по голове он достаточно неплохо режет дистанцию и в принципе он достаточно умелый ударник несмотря на то что он не очень высокий для этой весовой категории он может быть опасным и скорее всего таковым и будет в первом раунде здесь все зависит от криса какой он изберет геймплан если он как ты говоришь начнет обострять на ближней дистанции пытаться размениваться то там уже существенно шансы у теймура будут возрастать если же он выберет более осторожную тактику попытается измотать его и не форсировать события либо наоборот просто завязаться и пытаться переводить самого начала то шансов у него конечно будет больше но опять же я бы не стал рассматривать его как какую-то хорошую ставку в принципе его выбор его сторону не стал бы склонять потому что цифры на не очень интересные но в остальном я думаю будет яркий и однозначно стоит нашего внимания да ну что касается геймплана я полагаю что фишкальд все-таки здесь будет переводить пытаться у него действительно хороший партер и таким образом я думаю него есть шанс вымотать теймура ну по крайней мере это было бы вполне разумно но что касается коэффициентов действительно ну на фишкальда маловат хотя я склоняюсь к его победе здесь конечно конечно